друзья всем привет уже наступило время 19.00 я начинаю свой эфир для тех кто присоединяется пожалуйста дайте мне обратную связь меня видно слышно и я начну говорить просто напишите насколько видно и слышно всем привет привет очень рада вас видеть всех так коллеги друзья слышно видно все таки спасибо так я начинаю свой эфир сразу вам хочу сказать что этот эфир я сохраню обязательно и даже возможно закачаю на канал youtube с доступом по ссылке значит у меня есть четкий план проведение этого эфира почему потому что эта тема ну я в этой теме не работаю да это просто эта тема с которой столкнулась лично я как мама и этот опыт с которым скажем так мало кто хотел бы столкнуться да сегодня я расскажу о многих вещах я думаю интересно будет услышать тем мамам именно кто имеет проблемы со здоровыми детьми со здоровьем детей особенно то что касается центральной нервной системы вот и я буду подглядывать своих конспект поэтому вы не думаете что я там отвлекаясь просто я специально все законспектировала чтобы сказать все что я хотела вот поэтому я буду проводить эфир в спокойном режиме очень уверенно будет интересно всем независимо от того как а какая проблема по ребенку потому что мы сегодня обсудим очень большой спектр вопросов и сегодня вот я поделюсь такой таким опытом который возможно кому-то это будет очень важно и кто-то там этого ждала кто-то вообще эту информацию не воспримет да это тоже не исключено опять же повторюсь это сугубо мой личный опыт и кто-то это примет а кто-то пропустит мимо себя и это нормально первое что я хочу рассказать это самый часто задаваемый привет доченька а самый часто задаваемый вопрос о том какие изменения у владика после приезда и после очного лечения в центре бердавид это был топ вопросов поэтому я на него отвечаю сразу и в принципе я думаю это будет хорошим началом но для того чтобы ответить на этот вопрос я очень кратко расскажу нашу историю и кстати те вопросы которые вы мне присылали заранее да я на них буду отвечать в процессе поэтому если вдруг здесь будут какие-то еще вопросы проскакивать и я их не успею увидеть прочитать ответить пожалуйста напомните потом не в директ и обязательно отвечу значит что касается нашей истории если кратко я не буду долго рассусоливать до примерно двух лет мы ничего абсолютно не замечали владик рос абсолютно нормальным нормотипичным ребенком у него был четкий зрительный контакт указательный жест у него были звукоимитации животных то есть принципе все шло нормально кроме того что у него не было речь у него не было обращение там мама папа и так далее но мы не списывали на то что это мальчик ну знаете как говорят мальчик позже заговорить и так далее вот и где-то в промежутке с двух до двух и семь произошло произошел какой-то знаете такой плавный откат который мы даже особо не заметили сразу то есть если бы не такая ситуация что приболела старшая дочка и мы пошли к педиатру сейчас я извиняюсь включу звук и просто приболела старшая дочка и мы пошли к педиатру я взяла с собой владика для того чтобы биту послушали и так далее и она просто мне сказала марина что-то не так он не смотрит в глаза и я вот с того момента поняла что да действительно он как-то стал и на имя плохо отзываться как-то игнорирует вот и с того момента считайте в 2 и 7 до начался вот длительный пусть походов по врачам сдачи ненужных анализов обследований просто вот кто это проходил тот знает это просто взрыв вообще сознание мозга души вообще всего потому что у тебя вроде бы как был абсолютно нормальный ребенок а потом что-то произошло при том ты совершенно не понимаешь что и ты понимаешь что он уже конкретно ненормальный то есть есть явные признаки расстройства утичного спектра и это очень сложно принять осознаете тем более ты не понимаешь что с этим делать вот поэтому на тот момент я как бы доверяла не то чтобы доверяла собирала мнение врачей вот это вот беготня и все ну честно ни к чему не приводила единственное до чего я додумалась не давать ребенку на тропы которые назначали везде на каждом шагу вот и на тот момент были такие проблемы у нас это истерики у нас были отсутствие концентрации внимания то есть мы сразу как узнали в 2 и 7 и пошли к педагогу вот единственное что благодаря педагогу я поняла что он что-то понимает что-то знает что-то может делать речь обращенно нас понимал всегда ну единственный вопрос надо было там несколько раз повторить то что ему надо было там бутон это все прекрасно добивался тем что там брал за руку водил вот на момент 27 практически не было указательного жеста был очень плохой зрительный контакт особенно не замечал абсолютно людей вокруг кроме там нас родственников до тех кого он видит каждый день были истерики были какие-то привычные маршруты по которыми он хотел гулять я честно уже было столько всего что я вот но не вспомнил конкретно вот ну конечно же отсутствие речи он тарабарил на своем языке эмоционально мог рассказывать но вот на своем языке вот и мы проходили холдинг терапию мы проходили ну из того что мы там такое пробовали да мы прошли два курса томатиса притом если после первого я увидела ну как как-то вроде бы лучше стали реакции то на втором произошло то чего я не хотела чтобы произошло это просто он ушел в себя он просто у него пропал на во время томатиса вообще зрительный контакт он выходил с этого томатиса вообще как какой-то вот весь в себе поэтому к этому методу у меня такое отношение осталось неоднозначное продолжать не очень-то хочется вот и перед тем как мы поехали в центр бердавит владик слага педом до начал уже отрабатывать простые слова самые простые там дифференцировать да нет и так далее конечно же знает этот момент уже давно был отработан указательный жест и он как бы ну во многих вопросах стал как более спокойный более нормальный да ну конечно же очень много проблем осталось и они как бы и многие есть до сих пор но по по финалу очного лечения я очень довольна изменениями владика потому что по сути я эти изменения ждала там после томатиса там еще после чего то что мы там пробовали делать да за это время самое главное то что он начал те простые слова которые умел говорить там да нет пока все дай он начал использовать осознанно и по назначению и более часто вот это такое самое вот то что первое заметила он начал пробовать сыментировать повторять слова во многом я понимаю что неосознанно вот такие у таких деток есть такой момент когда они просто повторяют и неосознанно но да и нет он тоже сначала повторял как неосознанно вот то есть он пытается как-то на сымитировать повторение слова поэтому сейчас нам надо работать над тем чтобы вызывать у него звуки чтобы он слова правильно произносил но это уже огромное продвижение вот значит улучшилась скорость реакции то есть он если раньше вот им надо было там сказать возьми там яблоко дай папе им надо было это сказать там три раза чтобы он услышал эту инструкцию вот сейчас это он как бы на автомате то есть ему сказал яблочко там отнеси папе он возьмет его отнесет это это в этом плане простые вот инструкции стали очень для него ну как бы нормальными потом научился ну еще там в центре научился ездить на машинке которые толкают ногами до этого они ему были абсолютно не интересны и он как-то интересовался велосипедами но он не осмеливался на них пробовать ездить час по приезду ему стал там интересен велобег велосипед он уже пробует поэтому вот мы хотим купить ему чтобы по вечерам учить его кататься вот что самое интересное еще там сразу практически в первую неделю я поняла что он начал лучше ощущать вкус в чем это проявлялось во первых он начал есть соль которая всегда стояла морская соль у нас на столе она стала интересного начала кусать потому что она у нас всегда была такая но ограничен набор продуктов как у многих таких деток вот и там был день рождения давида и на это день рождения мы родители купили тортики и купили вино и ну конечно все что продается в маркете это все кошерное там не было в тортике молочного белка и моя душа мама не могла нарадоваться то что мой ребенок попросил торт и он съел кусочек торта но кто понимает у кого такая проблема те понимаешь что это было огромное счастье потому что до этого он очень любил задавать свечи он очень любил торты но просто не смотреть и трогать а здесь он с таким удовольствием съел хотя нас потом я сэфа наругала значит я все про это расскажу потом про этот вопрос про прививки про причина и так далее значит я сэфа нас наругала что мы съели тортик но мы успокоились там не было молока вот значит но и кстати те продукты он начал ярче ощущать вкус и соответственно многие продукты которые он ел до этого а теперь ему не вкусная то есть теперь мы подбираем ему рационы вот сегодня у нас было недовольство относительно кабачка в завтраке и он это очень ярко выразил тем что просто сметнулся со стола поэтому такие моменты когда детки просыпаются у них просыпается еще и характер ну в целом я могу сказать что ребенок как проснулся он как включился он уехал просто мы таким найти ребенком а приехал мальчишка которому все интересно он стал ну как более норма типичные реакции появились вот скорости более норма типичная что самое интересное я никогда бы не ожидала такого результата но не только побывав там я поняла что у моего ребенка абсолютно не двигался лоб то есть у него всегда вот эта часть она была без движена по приезду он у него как у меня вот здесь морщинки друзья до этого не было то есть получается у ребенка иннервация ну как бы вообще лица нарушена капитально он вообще совершенно не чувствовал свой лоб и я еще помню мы в какой-то центр на развитие которых мы тут вагон обошли пытались попасть и нас просили а может ребенок там допустим по просьбе поднять бровки я так подумала да нет ну мне объяснили что пока он по просьбе бровки поднять не может что же вы типа от него хотите вот так вот действительно у него еще там не сэфа сказала у него же появилось выражение лица я не поняла о чем она потому что когда ты видишь ребенка каждый день то ну ты этого не замечаешь да у него действительно появилось выражение лица благодаря тому что она начала него двигаться и еще там когда мы находились я замечала что в те моменты когда он либо плачет либо смеется у него лицо бралось какими-то вот как белыми пятнами я прихожу к сэфи говорю что происходит у него какими-то пятнами белыми лицо она говорит это не белыми пятнами лицо это он у тебя всегда был бледный а теперь он начинает развеять то есть вот все что у него было нарушен кровоток иннервация она просто все начала оживать и по приезду я уже поняла что владик начал четко ощущать боль я не могу сказать что до этого на боль не ощущал но теперь он ее ощущает четко и ярко то есть если он просто там ладошкой наступил на конструктор да там куда-то там полз или просто наткнулся он скажет ой-ой-ой и он будет это место вот так вот долго тереть теребить а до этого у такого ну как бы таких реакций не было соответственно начал лучше чувствовать холод ну то есть это я заметила потому что он там вышли без перчаток а раньше в принципе он как-то так нормально а это он прям беспокоился хотел идти домой потому что у него руки мерзли какие-то такие понимаете моменты которые я в принципе даже не ожидала и он начал чесаться я тоже раньше думала но неужели у него ничего не чешется как у нормального человека да вот оказывается у ребенка чешется у него там допустим от колготок ножки кожа высохла от колготок бывает такое даже кто знает на джинсы носит так далее на морозе и вот он вечером снимает и начинает ноги чесать я поняла боже у ребенка что-то чешется или там у него живот зачесался он идет по улице куртку поднял такой раз почесал или там спинка зачесалась я чувствую как бы он пытается пытается я говорю вла тебе почесать он да я его почешу он потом еще меня просит типа дай дай там вот почесать то есть ребенок начал чувствовать свое тело это тоже кстати вчера заметила логопед вот эмоции да он стал более живым он просыпается уже как на позитиве всегда с эмоциями хотя в принципе я не могу сказать что он весь был такой в себе там не смеялся в принципе у нас очень веселый мальчик но я не знала насколько как бы он всегда радостный он всегда отвечает взаимно сейчас если там его обнять поцеловать и недавно я перед ним зачихалась и начала так долго чихать несколько раз подряд очень смешно это на самом деле выглядела и он посмотрел на меня и засмеялся то есть ему это было смешно ну вы знаете такие детки они не понимают эмоции других людей там когда плачешь когда смеешься что смешно а здесь у него вот появился появился коррекция так хихиво смотрел на меня то есть появляется вот понимаете какие-то нормальные ребенка реакции по советам давида мы начали грузить его домашними обязанностями это вы видите в stories вот конечно кое-где он то может проявить эмоцию и запустить эту вилку куда-то которую надо положить разложить посуду но это может быть там один второй раз а потом он спокойно все как бы делает так ну и конечно же улучшился еще зрительный контакт глазной да вот и конечно мы сейчас вот прошли вот этот тест посмотрим какие там будут баллы и проверим этот тест еще общего развития для детей с расстройством античного спектра и проверим уже через полгода вот поэтому принципе вот такие интересные изменения то есть ребенок начал оживать то есть идет процесс уже его восстановления и сразу хочу вам сказать для всех у кого проблема есть у деток с центральной нервной системой будь это будь это дцп эпилепсия там расстройство аутичного спектра гидроцефалия любые моменты и даже им хочу сказать для здоровых детей полезное важное даже для взрослых вот первое что надо исключать и на чем надо работать с когда мы их пытаемся до развить ребенка особенно ребенок с которой пострадала нервная система первое что надо на что обратить внимание необходимо разобраться с тем нет ли у него каких-то действительно родовых травм потому что часто и дцп на возникает следствие родовой травмы и если у ребенка не на месте кости черепа если у него проблема с там с первым вторым шейным отделом позвоночника если у него там внутри черепное давление то что мы можем от него хотеть мы конечно можем возить его на реабилитации там возить его по педагогам занимать его требовать него включения но если у него банально там болит голова если у него банально там кости давят условно на мозг и он просто не может нормально развиваться поэтому первое что чтобы я порекомендовала это именно обратить внимание на это я сейчас расскажу какими каким специалистам обратиться эти специалисты есть центре бердовит я тоже расскажу какие методики были но тем не менее любой человек может поискать таких похожих специалистов у себя по месту и уже начать что-то делать потому что могут недавно тоже сейчас ищем владику либо садик либо центр развития и попали в один центр развития на собеседование и нас директора как бы ну там спрашивает а что там с ребенком а как а что там тестирует дает ему какие-то задания пазлы и так далее и она так очень аккуратно говорит а знаете вот у нас еще помимо всего раз в неделю приходит крайне сакральный терапевт я говорю о супер класса нам это нравится мы будем ходить говорю даже если к вам ходить не будем то к нему придем если он с детками работает и она так сразу открылась так оживилась потому что таким методом знаете люди которые верят только в традиционную медицину относятся очень владику 4 года 4 месяца то задают вопрос сколько лет значит таким методом люди которые верят только традиционной медицине конечно же относятся с большим скептицем и поэтому когда я сказала что да мы только за она мне начала рассказывать о своих там результатах детей детей в ее центре она сказала представляете у нас есть мальчик у которого настолько глубокая с затылки сбоку выемка то есть настолько кости черепа как бы вмяты внутрь что мама специально там ему отращивала голос и делала такую прическу чтобы это не было видно потому что это очень сильно бросалось в глаза и после сеансов крайне сакральная терапия через какое-то время она пришла говорит вы представляете у нас на ну как бы череп стал нормальной форме а вот представьте да то есть как как можно было в ситуации когда что-то не в порядке с костями черепа требовать от ребенка чтобы он развивался чтобы он соображал поэтому я вам всем рекомендую вот те специалисты которых мы проходили поищите у себя значит это хиропрактика это кинезиологии притом прикладная кто за мной давно смотрит вы помните о том что мы ходили к кинезиологом который там пытался по телу определить на что у нас переносимость испытания на что нет нет нужно именно прикладная кинезиология притом если вы из Украины то необходимо искать кинезиологов из украинской школы прикладной кинезиологии это рекомендация именно специалиста центра следующая остеопатия если вы опять же я так уже насколько я поняла то те люди которые занимаются крайне сакральной они владеют остеопатией они как правило все владеют различными техниками если вы находитесь в москве то мне рекомендовали мохова дмитрия это остеопат мохов дмитрий вот ну или вы можете туда добраться приехать или узнать там кто у него учился обратиться к этим людям следующий это рефлексотерапия это непосредственно либо иглоукалывания либо магнитики на определенные точки это точечный массаж ночи называется корейский точечный массаж и да вот за крайне сакральной терапии я уже сказала но очень немаловажный фактор что если вы будете искать этих специалистов я еще раз буду повторять потому что это все те методы которые использовались бердавид если вы будете искать то обязательно обращайте внимание на то что это все-таки должны быть люди с мета образованием это ну почему например специалисты центра бердавид они на мой взгляд уникальны потому что они учились в америке в китае то есть непосредственно там где эти направления там где этим направлением обучают профессионально это профессиональные врачи вот и таких конечно специалистов сложно найти это одна из причин почему тоже я поехала потому что я уже понимала что это работает это надо но даже будучи в киеве очень сложно найти у меня здесь список еще из шести остеопатов из пяти кинезиологов но опять же ну постоянно ходить и пробовать ты приходишь специалисту вроде бы ты как веришь приходишь к другому остеопату он тебе горит совершенно другое вот поэтому очень сложно в этом плане но искать их надо вот и очень важно очень важно еще раз повторюсь чтобы это были именно врачи не просто там люди которые прошли какие-то курсы вот так сейчас посмотрю чего я тут не забыла сказать да вот подчеркну еще раз если у вас у ребенка любой характер повреждения центральной нервной системы любой проблема с мозгом всегда начинаем с черепа из костей особенность ну как правило кости это имеется ввиду позвоночник да но когда работают шеи то работает конечно же совсем позвоночником поэтому опять же из того что мне передали специалисты центра пиар david что для детей у которых реально проблема в шее да вот с костями проблема и массажи как таковые я сейчас не говорю о мышечном тонусе да там при дцп например и массажи как таковые например владику массажем просто ну как бы до лампочки ему необходимо именно было поставить нормально шею на место именно кости вот поэтому друзья честно очень много вы тут пишете да сложно в тернополе не могу найти крайнюю нам терапевту не просто ходить а с иголочками будет архи сложно мы не можем каплю закапывать глаза если все себе держим его я вам так хочу сказать что что касается там сложно мы не можем если вы хотите понимаете то у вас все получится поэтому ну например центре пиар david иголочки детям не ставили ставили именно магнитики в киеве есть кому доверять вы знаете я ищу кому доверять в киеве поэтому я всегда делюсь теми специалистами кого я найду и кому буду ходить да я еще не была там я просто знаю что он там есть я никогда не рекомендую специалистов которых я не была друзья если хотите узнать где принципиально есть напишите в директ но это видео останется на ю тубе я не хочу чтобы эта информация осталась и в ней были какие-то непроверенные люди так значит следующий момент я хочу поговорить непосредственно о способах коррекции которые очень схожи с коррекции для детей с раз из дцп а непосредственно о микрополяризации у нее там есть еще другие варианты названий но суть в том что микротоками воздействует на мозг и я до этого когда только только узнала что есть у нас такая проблема сначала различную методологию в интернете и первое на что натыкалась это вот именно микрополяризация так везде хорошо рекламировали и так далее но у меня еще тогда какие-то знаете такие внутренние были сомнения ну в принципе можете зайти почитать даже тот же отзовик помимо восторженных отзывов есть крайне негативные отзывы и именно этот метод он реально опасен и это подтвердили мне специалисты берд вид потому что к ним приезжает очень много деток с откатами после микрополяризации и я видела сама лично познакомилась мамой которая сказала что еще до этой процедуры ребенок там складывал конструктор после этого у него пропали вообще интересы там к играм и он перестал делать такие манипуляции как там собирать конструктор лего это приводит к тому что просто напросто появляются ожоги клеток мозга то есть ожог непосредственно в мозге у ребенка поэтому перед тем как прибегать к тому или иному методу не верьте просто слепо рекламе не верьте слепо мамам которым помогли сто процентов кому-то помогло 200 процентов миллион что кому-то помогло но есть определенный процент кому не то чтобы не помогло кому сделала хуже и когда это уже сложно поправить то это это просто катастрофа поэтому поэтому пожалуйста перед тем как что-либо делать с детьми думайте читайте и не старайтесь искать только позитив в том что вы читаете а читайте именно какие еще бывают последствия и делайте выводы вот это это вот что касается методов да я здесь указала кратко потому что я вам уже обозначила что мы пробовали томатис вот нам он особого эффекта ну может еще многие с мамой скажут что вы мало пробовали надо было продолжать честно когда у ребенка на курсе пропадает зрительный контакт у меня огромный страх туда вести своего ребенка видимо нам он не подошел вот я могу ошибаться можете мне что угодно говорить но я уже очень боюсь заниматься этим хотя ну если так разобраться то таматис это ну один можно сказать что такое безопасно да и как бы метод но все все очень спорно и индивидуально самое печальное в том друзья что это все бизнес в принципе на на наших детях очень многие хорошо зарабатывают и вы все знаете что это все стоит очень дорого вот следующий момент так давайте прочитаю комментарии эфир сохраните он будет сохранен расскажите об лечении он к ну я немножко расскажу то что я успела узнать о центре бердавит я вообще в боюсь всех воздействий на мозг наташа полностью тебя с особенно агрессивных воздействий на мозг я тоже боюсь тоже знаю таких вам и после баг тоже откаты да мы тоже пробовали баг нам наверное тоже он был как-то честно до лампочки поэтому да томатис это музыкотерапия томатис это метод тренировки внутреннего уха вы можете посмотреть на ю тубе зайти посмотреть метод томатис там есть очень много коротких роликов которые это объясняют мы тоже проходили томатис нам тоже не подошел да я вас понимаю как никто так повторите врачей катя еще повторю не волнуйся все обязательно сохранится еще переслушайте повторюсь так следующее что я хотела вам рассказать почему я вообще очень хвалят томатис бельгии вот еще тоже хочу сказать относительно томатиса бельгии там хвалят не хвалят я вам так хочу сказать одни хвалят а другие не хвалят это смотря кому попадетесь и у меня есть мамы за которыми я слежу да и они тоже как такого же мнения как я относительно томатиса в бельгии я все-таки за то что если использовать какую-то методику то она должна быть там лицензирована должна обновляться и так далее про бельгию там но какие-то свои нюансы вы просто изучите этот вопрос вот и мы делали томатис почти три месяца возвращала ребенка а почти три месяца возвращала ребенка я поняла то есть получается что тоже как бы он уходил себя и приходилось его возвращать да я поняла вот ну ладно друзья переходим к следующей теме почему я вообще поехала в центр beer david и расскажу вам непосредственно про причины поражения центральной нервной системы эти две темы очень схожи потому что во первых очень благодарна тому человеку который с большим скепсисом скепсисом дал мне информацию про этот центр написал мне в директ о том что какие-то магии лечат аутизм вот я тоже с ней посмеялась за компанию сказала ну да как это может быть но название центра записала и не разошла на их youtube канал и попала на несколько роликов одним из первых был ролик ясэфы насколько я помню он называется аучизм излечим что это значит по-моему так я его посмотрела это не сильно длинный ролик и я просто прозрела у меня отвисла челюсть потому что там было рассказано все к чему я вот пришла за за полтора года к тем выводам которым я пришла и которые там даже вот у меня была определенная догадка и тут вот оно как-то все собралось просто воедино и у меня просто вспышка такая в голове все я должна туда поехать я сразу поверила я сразу поняла что я там должна быть поэтому ну вот у меня вообще никаких сомнений не было конечно я потом очень много роликов изучала ясэфы я просто подвисла на канал я на него подписалась я получала только приходил ролик я сразу вставила и смотрела потому что там видео отчеты высылают родители там интервью с родителями кто был в центре и мне каждое слово вот этого родителя было очень важно поэтому я провожу этот эфир потому что это все очень мега важно для тех кто или хочет или думает или вообще ищет способы восстановления своих детей а также я хочу записать еще отдельный ролик непосредственно о пребывании в центре бердевит у специалистов там что мы делали туда набросать наши нарезки которые я уже выкладывала в инстаграм вот так сразу отвечу на вопрос чтобы не пропустить если есть какие-то знания по поводу самостимуляции частые прыжки камеру махание ручками если возможность отучить перерасти я дальше об этом расскажу есть опять же то что я знаю да вот значит и сразу вам скажу чтобы вы не искали этот ролик не смотрели я вот его сегодня еще раз пересмотрела и вам просто перечислю те причины которые называют ясэфы и которые на самом деле я считаю истинными значит причины поражения центральной нервной системы которые приводят не только к расстройству аутичного спектра они проводят и к дцп в том числе то есть один такой интересный момент я когда была в центре я застала маму ребенка с генетическим синдромом дауна и маму которой одни врачи говорили что дцп а другие сказали аутизм и получается что у деток абсолютно разный характер повреждениях у них абсолютно разные диагнозы но под тем как бы симптомом которые дети проявляют им просто поставили аутизм поэтому из этого вывод в том как бы и заключается что по сути это определенное поражение определенного типа поражения нервной системы вот именно это слова и сэф и можете найти этот ролик пересмотреть он просто на вес золота значит какого характера это может быть поражение вирусное поражение либо поражение токсоплазмы потом а может быть гормональный сбой у мамы во время беременности это я сейчас говорю непосредственно по по причинам рас которые озвучивают не сэфом да мне тут я слышала про ли левита да в израиль да я слышала но я не знаю у него ничего я слышала значит вирусное поражение потом гормональный сбой у мамы во время беременности гипоксия во время родов тоже может быть причиной родовые травмы тоже могут быть причиной генетические проблемы с обменными процессами когда ребенок просто плохо отводят токсины да вот у него просто по генам вот так сложилось что ему тяжело тяжелые заболевания в раннем возрасте при том это могут быть вирусное заболевание корь и ветрянка потому что они вызывают коревой ветряночный энцефалит конечно могут давать опухоли мозга и что касается прививок да вот у меня вот по ходу отвечаю на вопрос отношения к прививкам в израиле я не столкнулась непосредственно с традиционной медициной я могу сказать из того что специалисты центра как относятся у них как сказать адекватное отношение то есть здоровому ребенку прививки не навредят но если у ребенка как бы есть проблема с нервной системой то прививка ее проявит то есть в большинстве случаев прививка не является причиной просто вот как я думала что у владика все там хорошо все нормально потом когда я уже начала изучать информацию я уже поняла что принципе в два года он не мог показать мне части тела части лица я это списано то что мальчик да то есть уже причина определенная какая-то волга у ребенка просто прививка она является как бы провоцирующим фактором точно также как является провоцирующим фактором любая вирусная инфекция вот поэтому но мое отношение к прививкам вы все знаете оно негативное я его всегда везде озвучиваю по одной простой причине что мы никогда не знаем с каким там набором генов рождается ребенок может ли он отводить эти токсины или нет если у него есть определенные мутации фалатного цикла ему вообще прививки ставить нельзя вот и никто не знает даже дарится ребенок а если у него эти мутации и нет этих мутаций и мое отношение к прививкам просто ну помогло мне в том плане что у владика не такая тяжелая степень аутизма вот поэтому мое отношение ну весьма такое категоричное скажем там так вот поэтому вот теперь смотрите получается что по сути расстройство утичного спектра это поражение клеток головного мозга да ну не такое глубокое как при дцп но тем не менее оно есть и при определенных поражениях ну дается происходит какая-то определенная симптоматика при том у всех детей абсолютно разное и что значит вот как многие говорят вот там смело позиционирует центр биодовид что аутизм излечим что значит излечим это значит что центр может снять вот это воспаление они могут запустить процесс регенерации клеток мозга и потом уже ребенок начинает как оживаются начинать становиться обучаемым то есть запускается процесс но насколько это излечимо зависит от непосредственно ну ребенка от его возраста от степени поражения от участков поражения то есть там очень много факторов но суть в том что идет как бы залечивание органики условно дает толчок к тому что ребенок начинает просто становиться обучаемым что у него просто этот процесс заживления включается понимаете поэтому к вопросу о том занимается ли центр только аутизмом или еще другими проблемами абсолютно любимыми проблемами которые связаны с органикой головного мозга это дцп гидроцефалия микроцефалия и этот эпилепсия то есть там как бы в принципе специалисты занимаются всем потому что используются абсолютно натуральные натуральные методы да и отвечаю по ходу еще на один вопрос меня спрашивали занимается ли центр такой проблемой как правосторонний гемипорез я спросила да они занимаются так сейчас прочитаю ваши комментарии и немножко делал глоток воды жаль я про фалатном цикле сына узнала через год после перевивок да так да вот повторю себе записала чтобы не забыть сказать поэтому восстановление ребенка с любым диагнозом центре бердавит зависит от степени поражения там от возраста ребенка и так далее и что касается вот этих сексе все симптоматики стимы хождение на носочках это тоже отвечаю на вопросы тянет в рот грызет это все зависит опять же от степени поражения от участков которые поражены например если есть стимы то это поражение непосредственно спинного мозга потом вот махание ручками да вот уже сф на видео рассказывает можете посмотреть это тоже больше спиной мозг поэтому когда ребенок по мере того как он до центра бердавит лучший согласна этом была и самое интересное знаете я общалась вчера с женщиной она говорит вы знаете столько непонятных отзывов про этот центр я говорю ну по плохие непонятные отзывы а я думаю будут от двух типов людей которые первые там не были и вторые которые через три недели захотели уехать абсолютно с нормотипичным ребенком вот от этих людей могли быть какие-то негативные отзывы кто вообще в принципе не понимал куда и зачем там они поехали вот поэтому вот эти все стимы и вот эта вся симптоматика они абсолютно ну как бы дают различные симптомы которые ну вроде бы как одинаковые а на самом деле разные вот сколько я там была когда я жала было 14 семей я не увидела ни одного примерно одинакового ребенка вроде бы как у всех от диагноз одинаков а дети абсолютно разные и реально туда попадая я просто ну знаете как в киеве я езжу на центры в центре развития но мы приехали уехали я мало там с кем находилась так но в близком контакте там я видела и мама как бы и маму и ребенка ну несколько часов каждый день до обеда я это наблюдая реально поняла что все в медицине что не поддается не какому-то жесткому диагнозу четкому объяснению оно все попадает под диагноз аутизм все мы одни из этих 14 семей привет татьяна очень рада вам вот поэтому так немножко волнуюсь тем не менее если вы думаете что я хорошо себя чувствую я тем не менее волнуюсь поэтому еще раз вам проговорю а такой момент что независимо от того насколько ну как как себя чувствует ребенок и у него симптомы все дети абсолютно разные и когда я выставляла там свою историю писала описывала владе ко мне многие мамы пишут у нас такая же ситуация начинается спрашивать нет вот нету ни одного одинакового ребенка с дцп нет ни одного одинакового ребенка с аутизмом они все абсолютно разные и все это зависит от именно от от того насколько поражен мозг может быть это просто воспаление которое уйдет и ребенок там через месяц уже живает а если там например это сну недоразвитые клетки например как у вот скажу да что диагностировали у владика владика значит воспалительный процесс лобных в теменных и и после того как сняли воспаление ясэфа сказала что есть слой недоразвитых клеток в лобных долях в теменных поэтому на это уходит время для того чтобы это все восстановилось они либо будут включаться в работу оживать либо будут новые клетки формироваться также судя по тому что у нас до сих пор остаются психологические запоры ясэфа сказала что вероятнее еще вот здесь затылочная часть потому что у деток у которых проблема в такого плана это как раз связано с этим вот поэтому у всех деток абсолютно разные ситуации поэтому это только надо вот ну там быть и чтобы вас вас смотрели и что касается вот этих альтернативных методов до крайне сакральной хиропратика остеопатия я не один раз у меня несколько таких случаев было когда мама просто мне говорила что попало какому-то остеопату и он просто мне рассказал больше о моем ребенке чем не рассказали там все неврологи вместе взятые потому что вот есть специалисты которые действительно которые действительно знают немножечко иногда больше неврологов и я ясэфе спрашивала еще такие вопросы задавала я конечно ясэфу замучила вопросами задавала вопрос а что например вот вы там можете определить до степень поражения так далее говоря что делать если ну вот мы нету такой способности и определить и ясэфа сказала что еще в советском союзе это все неврологи умели делать это все было четко понятно разработана там минимальные мозговые дисфункции как по симптоматике про по рефлексам ребенка проверить поэтому к сожалению наши неврологи сейчас просто занимаются назначением таблеток и они не могут четко но сказать что вашего ребенка там воспалительный процесс и недоразвития в таких-то таких участках головного мозга и что с этим делать что самое интересное что с этим потом делать да потому что когда мы ходили к одному психологу и она одну нам объясняла что это лоб лоб да ну да ну что с этим делать ну заниматься да потому что в классической это медицине аутизм что коррекция вы занимаетесь как но это все это коррекция только поведенческая коррекция там чему-то учить вот ну принципе как бы это навсегда да что с этим делать и и когда мы там даже начали ходить очень многие специалисты ревностно мы начали ходить к другому логопеду она неслась там очень ревностно что долгая история и в какой-то момент она мне говорит вы еще говорит иголочками займитесь и у меня так раз включается какой-то дзэй я вспоминаю что я встречала на томате си маму с ребенком дцп и она говорит вы знаете у меня ребенок начал глотать через три дня когда мы поставили иголочки до этого у него отсутствовал глотательный рефлекс и она мне это сказала психолог я думаю точно иголочки нужно попробовать поэтому с того момента я искала это все и за мамами наблюдала есть мама жени которым я тоже благодарна им помогли именно иголочки они не всем друзья помогают я почему поехала центр бейдерик потому что там все в комплексе это делалось все в комплексе именно хорошие специалисты и опять же методология да вот возвращаясь что там делают значит крайне сакральная терапия что это такое в двух словах можете почитать конечно загугликте в яндексе вроде на внешне это ничего не происходит но выравнивание идет ритма там получается кости черепа крестец спинномозговая жидкость они как бы находятся в определенном ритме происходит это выравнивание этого ритма потом хиропрактика это непосредственно то что правят косточки ставят все на место вот то что вы видели тому и шею хрустели и так далее точечный массаж то что делала нам доктора рима при том доктор рима вообще потрясающий человек и надеюсь она останется работать центре она одна из первых по моему организовала в россии центр для родителей детей с аутизмом и когда она задавала вопросы рима ну вот а какие диеты лучше этим детям она на меня смотрит говорит а нет универсальной диеты а какие бады можно этим детям а нет никакой волшебной таблетки как бы все все индивидуально потому что она не горит у нас даже натуропат с огромным опытом именно работы с нам с добавками с травами с маслами и так далее это это точечно для каждого виду индивидуальный ребенка это все подбирает это я уже немножко заскочила вперед но тем не менее так 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 все нужно пробовать да все нужно пробовать нам остеопат рассказывал много я в это не верила но непереносимость подтвердили анализы они неправильное размещение шейных криптов мрт да да поэтому надо прислушиваться крайне сакральная терапия огонь единственное я слышала что это часто делать нельзя маринта в центре не задавала вопрос на эту тему нам сказали сделать перерыв 3 по моему три месяца вот поэтому в принципе эту информацию можно погуглить изучить или задать вопрос специалистам центра в том числе я бы думаю еще если плохой специалист крайне он не может принести вред тоже надо уточнить как определить что ребенка воспаление мрт нет я сама мама которая делала ребенка мрт вы знаете мрт можно использовать наверное только в одном случае когда подозревается там явно какая-то опухоль не очень неприятно или например но есть жесткая необходимость мрт я мама которая делала мрт ребенку по наркозам я вам хочу сказать что ничего так процедуре такого нет во первых мы сделали еще в таком месте где очень плохой снимок я даже я сэфи привезла она мне сказала что ты знаешь по этому мрт там вообще но просто клиника там все очень плохо я смотрю твоего владика это как бы очень некачественное мрт поэтому очень важно знать где сделать как его расшифрует очень мало людей которые это делают это абсолютно как бы бесполезно что касается как узнать воспаление если у ребенка есть любая проблема в социальной нервной системе вероятнее всего воспаление есть поэтому если вы хотите озадачиться можете там на цитомегаловирус на вирус обштейна бара просто посмотреть для того чтобы понимать но опять же все очень ну очень относительно можно попасть вируса может это был какой-то другой вирус то есть я опять же можете посмотреть или написать мне в дирек я вышлю вам эту ссылочку и сэфи послушайте про причины поражения центральной нервной системы и просто вспомнить там были у вас гормональные сбои или были какие-то вирусы и просто проанализировать но в любом случае воспаление оно если у ребенка есть расстройство течного спектра но в любом случае присутствует все м мрс я не знаю что это такое расшифруйте смотрите дальше друзья поехали я еще поотвечаю на вопросы потому что хотелось бы вам это все рассказать вот так вот что касается методик это используются методы которые в принципе раньше использовала обычная медицина и до сих пор в израиле все эти методы которые я перечислила крайне сакральной хиропратика точечный массаж потом рефлексотерапия это либо магниты либо иголочки все эти методы используются там кинезиология вот до сих пор в израиле и любой там семейный доктор может отправить и даже по страховке это платит вот именно вот эту терапию у нас уже к этой терапии современные наши врачи относятся это это не работает это неправда да поэтому поэтому это методы абсолютно натуральные хотя считается как бы альтернативной медициной но это именно натуральные методы воздействия и помимо этого ясэф она целитель она непосредственно ну как это сказать лечит человеческой энергией есть такие люди она одна из них и таких людей как она не так уж и много вот и немаловажный факт кстати еще почему я поверила и поехала то что ясэфа рассказывает про причину почему они этим занялись потому что у них была такая проблема у дочки а до этого они просто занимались целительством они ясэфа занималась различным там залечиванием язвы там она занималась онкологии помогала поэтому она на тот этап просто подумала что можно то же самое сделать с ребенком попробовать она на своем ребенке попробовала у нее получилось потом она год в Израиле лечила детей бесплатно она нашла директора садика с особенными детками и предлагала мамам свои услуги она год излечивала этих детей бесплатно для того чтобы вот ну не знаю вот она этим занималась она практиковалась потом они по определенным причинам пришли к поводу что никого лечить они бесплатно не будут вот поэтому это собственный опыт помимо этого у ясэфа у сына были травмы несовместимые с жизнью она мне это рассказала уже когда мы приехали потому что каждый сеанс ясэф я даже не всегда сфотографировала снимала я просто ее завалила вопросами мне это все было интересно вот она тоже помогла своему сыну потому что ту травму которую он получил ну большинстве своими люди не выживают вот поэтому как мне сказала ясэфа в двух словах да есть кстати видео объясняющее как она работает я в этом ну как бы не могу красно ничего рассказать на самом деле из того что она мне сказала эти все методы давно известны и были следованы еще в советском союзе они исследованы в америке и никто до конца даже не может понять как это работает потому что наш мир это гораздо более широкое понятие нежели вот как мы его себе видим как мы себе его изучили и то что это работает это тысячи процентов потому что я видела как на моих глазах менялись дети которые приезжали и они менялись не только за счет вот крайне сакральной терапии хиропрактики и так далее а благодаря именно той силе которая есть у ясэфы и если например подобрать вот с чем сравнить аллегорию да если мы возьмем организм ребенка пострадавшего пострадавшей центральной нервной системы и представим его как автомобиль без колес с помятым кузовом без аккумулятора да и мы от него чего-то хотим добиться там возим на реабилитации к педагогам и так далее что вот на мой взгляд как я уже понимаю как человек который там был делают специалисты Биер Давид кто-то ставит колеса кто-то рифтует кузов кто-то ставит аккумулятор в этот автомобиль а ясэфа и Давид они туда заливают бензин вот своей энергией и они его толкают это если вот кратко так как я это поняла потому что там на самом деле целостная система каждый специалист друг друга дополняет и оно в комплексе дает вот такой эффект да вот здесь уже пишут что ясэфа нереально и руки это любовь да 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 я полностью согласна а кому смешно мне интересно что смешного я сказала так и что касается вот этой информации ясэфа мне говорила вот если кратко так сказать то мир это как бы условная информация и она говорила что работает даже с детками с синдромом Дауна и они как бы интеллектуально становятся более развитыми и даже сглаживаются какие-то внешние черты поэтому вот эта энергия она работает даже на уровне на уровне информации и что касается отношения к православию вы меня тут спрашивали отношение к православию ко всем религиям абсолютно в центре одинаково ну как бы нормальная адекватная то есть никто никому никто никому не навязывает никаких убеждений с уважением относится ко всем религиям либо к отсутствия какой-либо вообще эти темы не поднимаются и не обсуждаются абсолютно нас гид Андрей водил по всем святым местам и мусульман мы приезжали в их святые места и православных христиан как бы в свои места везде мы все ездили и как бы вы знаете как мир един и все мы люди братья поэтому никаких там предубеждений никто там ничего не навязывает от религиозной точки зрения ну как бы ничего такого так мне задают вопрос я постараюсь отвечать одного курса лечения достаточно в центре все зависит от ребенка но Давид мне сказал что они делают за первый курс все для того чтобы запустить процесс то есть для того чтобы приехали только один раз если ребенок платит проводится ли терапия да проводится если ребенок плачет я очень рада и благодарю Бога за то что попала в этот чудесный центр и поснакомилась с замечательными людьми тоже тоже взаимно тоже этому раду я безумно благодарна центру Бердавид за моего Дамира очень здорово меня тоже вдохновляют вот такие результаты и да я из-за этого и поехала потому что я вот перед тем как ехать я несколько месяцев смотрела вот это все видеотчеты я даже там работала появлялся какой-то отчет я все бросала и начала смотреть планируете ли еще в этот центр вы знаете я вам так хочу сказать у меня мечта туда приехать уже просто туристом с абсолютно нормальным ребенком и обнять этих людей благодарю центр Бердавид за помощь моему внуку да поэтому друзьям ну я не знаю может кому-то здесь там смешно кому-то там весело кто-то смеется над тем что я тут говорю флаг вам руки я знаю реальных детей я знаю реальных семей я их видела есть один замечательный видеоролик где Давид и Юсефа отвечают на видеоконференции на все вопросы одному центру детей с аутизмом в Украине и там задаются абсолютно разные вопросы и там Юсеф и Давид все что я пытаюсь сегодня краешком где-то озвучить да они там это все озвучивают поэтому кому этот ролик надо пожалуйста пишите в дирек я всем все вышлю лицетин назначили ребенку аутисту 25 года подскажите можно давать лицетин один из самых безобидных и полезных для мозга продуктов поэтому можете давать но мы сейчас вернем еще вернемся к теме бат вернее продолжим и сразу хочу сказать друзья для тех у кого детки гидроцефалия ДЦП аутизм не важно какая проблема не важно центр Биер Дэвид абсолютно бесплатно предоставляет информацию запомните есть такой сайт аутизм через с как доллар аутизм-хелп.ком повторяю аутизм-хелп.ком это энциклопедия знаний она здесь тоже есть в инстаграме я ее часто делилась Биер Дэвид есть в инстаграм и там получается они выкладывают всю всю информацию про то что ну в общем про свои знания про все абсолютно проблемы про инфекционные заболевания про массажи про тот же эпилепсию да про ДЦП там все 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 это расписано то есть это энциклопедия огромное знаний и практической помощи родителей которые могут ее использовать и практически вот использовать эти навыки там даже снятие внутричерепного давления у себя дома с ребенком никуда не выезжая просто вот берите делайте читайте применяйте Есеф и Дэвид селили на веру мы поехали в центр теперь мы самые счастливые сыночек меняется мы вместе с ним да очень рада ребенок по-русски не говорит только на французском и то нехорошо включая ему сказки Есефы даже когда он занят своей игрой верю что помогает я там встретила маму Гулю которая взяла интервью надеюсь он скоро появится на канале и если бы не она я бы не вставила Владику сказки Есефы потому что центр Бердавит их специалисты еще работают дистанционно и Давид работает дистанционно и это абсолютно бесплатно поэтому если вы там думаете по поводу где здесь финансов чтобы поехать вы можете просто начать общаться с Давидом дистанционно это бесплатно и это действительно работает и мама Гуля из Москвы это просто яркое подтверждение я лично ее знаю и она мне тоже рассказала за сказки что ее бастон начал вообще как бы с у меня друзья у меня время завершается я сейчас запущу значит новый эфир потому что я так поняла есть лимит времени эфира у меня тут написано осталось минута пятьдесят а у меня еще целая тема про бады поэтому если я сейчас пропаду пожалуйста заходите на новый эфир который я запущу вот поэтому это работает вот эти сказки туда заложен определенный смысл и сила поэтому Гуля рассказывала что она ставила малому сказки он просто орал он просто орал она вот так на него садилась одевала в наушники давала ему слушать и впоследствии ребенок просто сам она когда приходила с работой он говорил я хочу сказку да просил эту сказку она его ставила и он там засыпал спокойно вот поэтому это тоже это тоже очень хорошо работает так я смотрю здесь уже собралась толпа толпа народу которые были у давида или которые собираются прямо все друг другом знакомы здороваются друзья у меня осталась минута поэтому если я пропаду то у нас осталась с вами тема бады особято это по сути все что я хотела сказать вот и я сейчас продолжу это очень интересная тема тема про бады про диеты и про фейковые аккаунты мам биомед ну я даже не знаю как это называть наверное так и назову фейковые аккаунты мам которые занимаются биомедами имеется ввиду я хочу сказку как дистаты я вам дам ссылку вообще подпишитесь просто на канал BRDV там есть целый раздел на ютубе у них есть канал BRDV там целый раздел сказки юсефы и можно в принципе там и медитация есть для взрослых вот и медитация есть на исцеление центральной нервной системы вот поэтому там все есть можно это все найти так друзья шесть пять четыре три два один я наверно запускаю новый эфир потому что будет что я сейчас пропаду так что я сейчас делаю первое обновление как и подпишитесь два три два два два